всем привет вы на канале Лина Лори меня зовут Лена я сижу в вольере у оленей у нас их два это комета вот эта вот большая мама и ее малышка малышке мы пока еще имя придумываем потому что это очень ответственно придумывать имя оленю вот так вот это у нас называется чешутся рожки возможно они сейчас вырастут я не знаю во сколько у оленей вырастают рога нашей малышке вторая неделя она активная хулиганистая чувствует себя отлично сейчас я покажу видео какая она родилась я ее снимала следующий день после того как она родилась и сейчас она уже подросла девчонка я поддискала я не поддискала так тоже хоть на руках вы всегда нам помогаете придумывать имя да у нас часто бывают детки давайте еще разочек придумайте нам имя как такое которое соответствует северному оленю это девочка так что помогите нам еще разочек придумать малышке имя в тень зашла да только у нас на фоне может пастись верблюд и северный олень люси у нас выленила мы ее вычислили много шерсти получилось аж целых три мешка малышка там с той стороны барашки ой козлята мекают с этой стороны олень мы пока их не знакомим все-таки очень переживаем за нее вы знаете что когда северные олени ходят они щелкают у них щелкают суставы и когда бежит целая стая их то раздаются с щелчки я сначала испугалась думала что что-то с суставами не того оказывается они так узнают где у них племя табун сейчас не знаю слышите не услышите но когда олень идет идет щелканье вот и они за много километров слышат это щелканье и находят даже если заблудились дорог своим родным все мы устали мелкая решила поспать так что пишите в комментариях имя для вот этой вот малышки вот она будет окраса как мама она не останется черненькой потому что они такие просто рождаются жду ваших комментариев и будем придумывать имя всем миром следующая наша остановка у наших коровок оказалось что многие люди дожив до достаточно таких лет почтенных лет не видели корову живьем да я думала это дети не видели никогда коров оказывается многие люди живущие в городе не видели коров вот у меня дома живут четыре коровки из них еще плюсом 3 теленочка вот но и в питомник мы привезли вот таких вот девочек говорят что им один годик но они знаете как дети из детдома то есть не ручные мы приучаем их брать с рук все такие люди опасаются недокормленные что-то тут мушкара какая-то полетела то есть для года они очень маленькие конечно ростом когда мы их покупали нам сказали все их можно крыть но вот если со стороны посмотреть то есть но не очень маленький конечно никакой крыть пока их нельзя не вот это нравится у нее прям такая масочка необычная для гири фордов хотя девочки с как это свидетельством племенным то есть племенные девочки да красавицы в общем мы их приучаем есть комбикорм там где они содержались их не кормили концентратами было только сено там бараны ходят не знаю видно не видно на заднем фоне пошли бараны они просто так ходят на меня обиделись бараны потому что я их подстригла так вот девочки у нас породистые но до покрытия еще нам кушать и кушать расти и расти да девочки вы тоже пойдете гулять они очень конечно хотят на травку но пока они не ручные сейчас мы чуть-чуть их приучим к себе когда они научатся подходить к рукам когда они будут нас узнавать мы конечно же их выпустим как баранов вот туда в поля все девочки повернулись к нам попой девочки почему вы попой стоите вот такие вот еще у нас в этом году есть много-много козлят в общем два нам достались в подарок большим козам это нубиски вот этот беленький сейчас палец вот 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 этот беленький и вот этот черненький вот которые бодаются вот этот большой это от нашего моисея и вот тот мальчик скорее всего один из них поедет в ижевск уже жить и мальчик и девочка 2 брат и сестра вот они тут они тоже нам у нас куплены и достались нам в нагрузку с мамой козой в общем в этом году у нас аж шесть козлят не хиленький такой приплод да и причем все из них козлы только одна девочка остальные все козлы там ходят наши барашки а вот там дальше вот там и там живут наши кролики сейчас пойдем покажу вам наших кроликов это наши малыши крольчата их у нас должно быть четверо по ушам их четверо мы отсадили от них старших потому что старшие начали их обижать вот поэтому они пока привыкают они еще все все такие месяца три вот обживаются чтобы их лишний раз не тревожить им просто ставят еду в миске и уходят поэтому у них скопилось много мисок вот они ускакали погулять хочу показать наших внутри все серые нутрии наши они оказались скорее всего девочками как-то смотреть у них под хвост не сильно хочется поэтому в этом году мы докупили двух мальчиков белого и извиняюсь где поймала тревожить выгонять не буду им сейчас жарко вот это у нас белый мальчик а вот тут у нас сидит персиковый мальчик ну-ка покажись привет вот они тоже небольшие еще маленькие худющие по сравнению с нашими но мы над этим работаем будем откармливать да ну и для сравнения покажу наших девочек вот такие три крысинды вот там пацан маленький а тут наши девочки сейчас попробую сверху вот такие вот лежат отдыхают тут у них тенек у них есть прудик я как самая лучшая хозяйка пришла без еды надо в следующий раз с яблоками приходить наша енотиха в общем я тут прочитала что оказывается это уссурийская лиса второе название психанула выкинула корм видите и ждешь чего ты ждешь ну-ка скажи нам мясо она ждет это она линяет но так как девка у нас может кусаться мы ее чесать не ходим как-то не сильно хочет там такие беленькие хорошенькие зубки вот в общем мы ждем мясо когда у нас посетителей нет мы очень даже смелые скандальные хулигане мы просим еду просто кормление началось у собак она слышит да слышишь вот а когда люди она прячется в домике да наши собачки норис передают привет те кто не был у нас знакомьтесь все таки у нас большая часть это собаки норис норис ругается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok